На центральных афишах при входе в культурный центр имени Любови Орловой в Звенигороде имена юных талантов Одинцовского округа. Сами артисты ждут своего выхода в фойе и наблюдают за выступлениями других из-за кулис. На сцене лауреаты 21-го открытого фестиваля конкурса «Серебряный олень» в номинациях «Народный вокал» и «Народный танец». Замечательный проект на территории Одинцовского городского округа реализуется в рамках фестиваля «Серебряный олень». Ведь там же очень много, не только народная песня, там и танцы, там и другие виды творчества. Но вот я считаю, что народная, я сама как бы причастна к этому, сама народник, это западает глубоко в душу каждому. Поэтому вот этот проект культурного наследия, он очень важен сегодня, особенно для молодежи. Мы очень признательны культурному центру имени Любови Орловой в возможности демонстрировать таланты юных жителей Одинцовского городского округа на своей площадке. Продемонстрировать свои таланты, выступая с концертной программой на сценических площадках Одинцовского округа, лауреатом фестиваля «Серебряный олень» и «Одаренные дети Подмосковья» предоставил окружной комитет по культуре. При этом в зале в основном дети, ровесники юных артистов. Немаловажным в этом опыте является тот, кто на сцене своим примером, безусловно, вдохновляет тех, кто в зале, на такие же свершения. И не обязательно в сфере культуры и искусства, но это может быть реализация и в техническом творчестве, и в литературном творчестве, и абсолютно во всех направлениях нашей жизни. Маше 9 лет, 3 из которых она занимается музыкальным фольклором в Большеведемской детской школе искусств. На «Серебряном олене» в этом году девочка взяла гран-при. Признается, что петь любят больше всего, особенно сольно и перед зрителями. Мне понравилось то, что я нравлюсь людям. Им нравится, как я пою. Еще одни обладатели гран-при фестиваля – ансамбль танца «Жемчужина». Они вышли на сцену в военной форме, приурочив свое выступление к 76-летию Великой Победы. На этой сцене они впервые. Все очень хорошо прошло. Замечательные ансамбли выступили у нас сегодня. И мы очень рады поучаствовать среди них. Народные песни и танцы в исполнении юных артистов не оставили равнодушными зрителей. И тех, кто сам занимается музыкой, и тех, кто далек от любого творчества. Девочки, мальчики хорошо выступили. Они подготовились хорошо. Мне очень сегодня понравился последний номер. 9 мая очень красиво станцевали. Концерт в Звенигороде – первый в череде выступлений юных талантов округа. Скоро лауреаты фестиваля «Серебряный олень» и «Одаренные дети Подмосковья» выступят на Пушкинском празднике в Захарове. Наталья Гончарова, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцова».